Вы уже вспомнили русский язык, и скажите, вот насколько... Вот проблема русского языка и другие, так как, чувствительные моменты... А что, есть проблема с русским языком? Нет. Давай так. Мы же говорим, что педалируют политики. А? И вопросы, которые педалируют политики. Допустим, сейчас вот... Потому что у других нет вопросов. Потому что у других вопросов придумать надо. Политика — это же политическое воображение. Что политик? Политик всегда тот политик, который умеет смотреть вперед. Нам ездить шагов вперед и на 20 лет вперед. Который умеет проектировать. Для которого важна такая вещь, как политическое воображение. А зачем иметь воображение? Вот придумали русский язык. Давайте теперь так. Ну хорошо. Есть проблема? Я не вижу проблем с русским языком. Да нет проблем. Разговаривай сколько угодно, читай сколько угодно. Книг, пожалуйста. Я вижу проблемы с английским языком. Да. Вижу проблемы с английским языком. Вот приехали по Киеву, я же вижу, уходят с ФЭМ. А никто не может ему объяснить ничего. Потому что языка не знают. Ни менты, ни люди не знают язык. Все жарапаются от них. Потому что так неудобно. Человек подходит, спрашивает. Никто. Дуй, если на уровне, дуй, если кинуть. Все. Значит, есть проблема с этим. Есть проблема с современным языком современности. Мы не можем быть современными людьми, если современной страной. Если у нас есть проблемы с английским языком. Языком, извините меня, на сегодня, так сказать, Порто-Франко. Ливно-Франко. Понимаете? Язык общения. Глобальный язык. Локализованный язык. Дальше. Есть проблема с украинским языком. Есть проблема с украинским языком. Потому что, понимаете, для многих это язык достаточно ценностная вещь. И если его не защищать, на западе Украины, мы просто распоримся. Страна вот так вот пойдет по языковому принципу. Дальше. Есть еще одна проблема языка. Тоже русского языка. Но проблема другая. То, что у нас нет современного русского языка. Что мы законсервировали тот русский язык в Украине, который был в Советском Союзе в 80-е годы. Мы же не читаем нормальную литературу сегодня русскую. Мы не читаем. А живого языка мало у нас русского языка. А язык это же всегда новации какие-то. Извините, это лингвистический капитал. Язык это живая стихия. Он развивается. Поэтому у нас украинский плохо знаем. Английского не знаем. А русский знаем на уровне 80-х годов советского 20-го века, который был в Советском Союзе. Все новации, вот эти фенечки, всякие заморочки, вот этот дискурс новый, так сказать, молодежный слэм. Он уходит. Мы его не чувствуем в языке.